Итак, сегодня рассмотрим рынок пальмового масла. Прежде всего нужно отметить, что рост закупок объема пальмового масла в России был стимулирован изменениями технического регулирования производства пищевой продукции. Однако, по мнению авторов анализируемой статьи, если ВОЗ и БУД увеличиваться, то совсем незначительно, поскольку те отрасли, которые могли заменить пальмовое масло в своих рецептурах, они уже это сделали и дальнейшего замещения подсолнечного масла уже не будет. Кроме того, причиной более быстрого роста может стать развития экспорта кондитерской продукции. Дальше в статье приводятся оценки Института конъюнктуры аграрного рынка о динамике роста в 2019, 2018 и 2017 годах. Дальше анализируется потребитель пальмового масла и приводится мнение директора масложирового союза, который считает, что в целом, несмотря на рост импорта пальмового масла, эта динамика имеет достаточно сдержанные темпы. Кроме того, даже с учетом увеличения объемов, Россия ввозит достаточно скромные объемы пальмы, поскольку в мире Россия находится на девятом месте по закупкам. Эти данные приводит директор масложирового дивизиона группы ЭВК, который, собственно, является крупнейшим российским покупателям пальмового масла. Дальше приводится такая интересная диаграмма, которая показывает динамику ввоза пальмового масла в Россию. Мы можем увидеть здесь рост за последние 12 лет, 2008 года. Итак, по мнению эксперта, нужно оценивать потребление пальмового масла с точки зрения потребления на душу населения. И в России это потребление равно примерно 5,5 кг на человека в год. Столько же потребляют в Великобритании, тогда как, например, в Бельгии этот показатель достигает 30 кг, в Швеции – почти 12 кг, в Дании – почти 15,5 кг. По данным Масложирового союза, в структуре потребления пальмового масла в России доминирует кондитерское направление, на которое приходится примерно треть. Дальше это производство хлебобулочных изделий – 15%, продукции быстрого приготовления, чипсы, пищевые концентраты – 25%, молокосодержащие товары – 13% и потребительские маргарины и спреды – 3%. Кроме того, 13% это экспорт производит переработанного пальмового масла, маргаринов, спредов и специальных жиров. Как отмечает директор АСАЦИ предприятий кондитерской промышленности, в чистом виде в кондитерской промышленности пальмовое масло используется не очень активно. В основном оно используется для производства мучных кондитерских изделий, паст и ириса. Так, в соответствии с ГОСТом, в ирисе может содержаться до 3% пальмового масла, в пастах – до 35%, в сахарном печенье – от 2 до 30%, в затяжном печенье – от 3 до 28%, в крикерах – 5% и более. Значительно большая доля пальмы поступает в кондитерскую промышленность в виде готовой продукции масло-жировой отрасли – это промышленные маргарины. Впрочем, те же маргарины также используются помимо кондитерской и в других сегментах пищевой и перерабатывающей промышленности. Дальше приводится диаграмма производства пальмы в мире. И мы видим о том, что идет поступательный рост. То есть, практически на треть за последние 5 лет выросли объемы производства – с 59% до 76%. Дальше приводится оценка экспертов из Национального союза производителей молока, по данным которого из общего объема пальмы, которые поставляются в Россию, молочную отрасль идет не больше 12-13%. Кроме того, происходит снижение темпов роста выпуска продуктов и используются заменители молочных жиров, в том числе пальмовое масло. Дальше анализируются изменения российского техорегулирования и соответствующие изменения в поправке к техническому регламенту на масло-жировую продукцию. Прежде всего, были ограничены определенные виды жирных кислот, но большое количество этих кислот содержится в гидрогенизированном подсолнечном масле, который используется для производства маргаринов и спецжиров. И вот по этим техническим причинам стали больше использовать пальмовое масло вместо подсолнечного, как здоровую замену вредным трансжирам, по мнению эксперта. Кроме того, увеличение импорта тропических масел в связи с интенсивным наращиванием экспорта кондитерской отрасли, которая использует пальмовое масло в своей рецептуре. В частности, к 2025 году, то есть через пять лет, российские производители сладости намерены увеличить экспорт продукции за рубеж в два раза. И, очевидно, это предполагает рост импорта пальмового масла. Дальше приводятся цены на масло, приводятся графики. И мы видим цены на пальмовое масло и подсолнечное. Ну и мы видим о том, что идет некоторый спред. Вот за последние три года, то есть подсолнечное масло, оно существенно, ну не существенно, но, скажем так, в значимых пропорциях оно дороже пальмового. Если в 2017 году этот спред был минимальный и даже был период времени, когда подсолнечное масло продавалось по цене пальмового, ну или наоборот пальмовое по цене подсолнечного, то сейчас уже есть определенный спред. Дальше приводятся данные Федеральной таможенной службы, которые указывают, что экспорт продуктов питания, где так или иначе в обычном виде маргарина используется пальмовое масло, этот экспорт достиг рекордных значений за всю историю современной России. Например, в 2018 году экспорт маргарина и его аналогов составил 181 тысячу тонн. Также рекордные показатели по отгрузкам и экспорту модифицированных жиров и масел. Кроме того, увеличивается экспорт сахаристой кондитерской продукции, карамели, мармелада, зефира. То есть это вот все эти продукты, где содержится пальмовое масло. Вырос экспорт шоколадных изделий на четверть. Вырос экспорт мороженого. Причем одним из основных покупателей российского мороженого является Китай. И также вырос экспорт мучных изделий, в том числе пельменей, пиццы, сухарей, что во всех случаях стало новым историческим максимумом. Итак, дальше приводится мнение эксперта Данила Хадько, который указывает, что главная причина увеличения импорта пальмы в низкой цене. Но мы только что видели графики. Мы видим, что действительно наблюдается спред с довольно значимым расхождением по ценам. И вот эти графики показывают, что в дальнейшем этот спред между подсолнечным пальмом и маслом будет нарастать. Итак, на мировом рынке все основные виды масла дешевеют. И пальмовая является драйвером этого снижения. И, кроме того, в последнее время наблюдаются в отношении пальмы многолетние ценовые минимумы. Ну, в частности, приводятся данные по Малайсии. Если обращаться к статистике цен, и мы это уже видели, то подсолнечное масло, оно всегда дороже пальмового. Однако Россия является главным производителем и экспортером подсолнечного масла. И здесь ситуация более сложная, поскольку нужно учитывать стоимость пальмы. И не столько стоимость пальмы, но ее доставку, фракт, а также разгрузку в порту пребывания. И дальше анализируются общие экономические факторы, такие как баланс спроса и предложения, наличие запасов, изменение уровня производства. И также на динамику цены на пальмы масла влияют внешнеполитические моменты, например, характер внешнеторговых взаимоотношений между Средними Штатами и Китаем. Ну, и также оказывают влияние колебания курсов валют и конкуренция со стороны других видов массы. А также погодные условия и общая урожайность. Итак, общие данные показывают, что потребление пальмового масла растет во всем мире. И Россия тоже находится в этом восходящем тренде. Но в России рост сдерживает негативное отношение к пальме среди потребителей. И, конечно же, есть определенное желание производителей, прежде всего молочки, удешевить себестоимость продукции, поскольку при прочих равных растительные жиры дешевле. Ну, и приводится мнение эксперта, что, собственно, при росте доходов населения, население будет отказываться от пальмового масла и переходить на подсолнечное. Далее приводятся данные эксперта из агрохолдинга, агроанта, который нам указывает, что одним из основными противниками пальмового масла являются как раз производители молочки. Поскольку пальма в данном случае для молочной продукции это не технологическая добавка, без которой нельзя обойтись, а исключительный способ удешевить продукцию. И если пальмовое масло применяется в качестве замены молочных жиров, то его использование обеспечивает производителю экономию порядка 20% себестоимости продукта. Дальше приводится мировая структура производства масел. Ну, и мы видим здесь различные виды кокосовая, хлопковая, оливковая, пальмовая, арахисовая, соевая и подсолнечная в разных пропорциях. И одной из проблем отрасли также является то, что в России формируются негативные отношения к сыродельной отрасли России и не создаются условия для правильного развития культуры потребления и производства сыра в стране. Итак, дальше, собственно говоря, приводится мнение других экспертов, которые указывают, по мнению экспертов, необходимо, чтобы компании, которые используют в своем производстве пальмовое масло, указывали его на упаковке. И это необходимо для развития пищепрома. Дальше, один из экспертов приводит характеристики пальмового масла, в частности, наличие витаминов и действие аналогично оливковому на холестерин и липопротеидные профили. Ну и, кроме того, собственно, причина, по которой пальмовое масло используется в кондитерской промышленности, кондитерской отрасли, именно потому, что у пальмы от природы нейтральный вкус и запах. Поэтому пальмовое масло используется при производстве начинок для конфет, чтобы создавать уникальные многослойные вкусы и ароматы. И в кондитерской промышленности пальмовое масло не является таким элементом для фальсификации продукции, а применяется как технологически необходимый компонент. И, наконец, пальмовое масло – это важный компонент многих высокотехнологичных специализированных жиров и маргаринов, которые используются в пищепроме, в частности, в продуктах быстрого приготовления. Поскольку раньше твердой консистенции добивались путем гидрогенизации, то есть отверждения жидких растительных масел, но при этом образовывались вредные для здоровья человека трансизомеры жирных кислот, Пальмовое масло является альтернативой вот этим вредным транжирам. И вот, как указывает один из экспертов, именно пальмовое масло придает форму традиционным кондитерским и хлебопекарным изделиям, поскольку без пальмового масла конфета растечется, а вафля рассыпется. В целом доля тропического сырья в общем объеме масел невелика, поскольку в России исторически больше всего потребляется именно подсолнечного масла. Это в разы больше, чем объем импорта пальмового масла. Кроме того, рынок подсолнечного масла в России традиционно стабилен и на протяжении последних лет демонстрирует уверенный рост. В этом смысле угрозы со стороны пальмового масла производства традиционного подсолнечного точно нет. С точки зрения рынка B2C, пальмовое масло всегда будет номером один, поскольку в России очень устойчивые потребительские привычки. В B2C продажи пальмового масла вообще отсутствуют, поэтому можно говорить только о конкуренции в промышленном секторе. Дальше приводится вот такая интересная диаграмма по производству пальмы. Это в общем в основном страны Азии, но не только. В том числе и Нигерия из Африки, Колумбии, Куркинской Америки. Кроме того, анализируются некоторые другие сегменты, в частности использование пальмового масла для производства биодизеля. В особенности эта ситуация актуальна для Евросоюза, где уходит почти 40% импорта пальмы, и при этом достаточно сильно рапсовое лобби. Дальше анализируется, собственно говоря, роль пальмового масла в молочном рынке, и приводится мнение эксперта, что все-таки пальмовое масло является одной из угроз отрасли, поскольку, как задает вопрос эксперт, зачем растить корову, если можно просто добавить пальмовое масло. Далее анализируется перспектива рынка пальмового масла. И, по мнению эксперта, поскольку рынок масложировых ингредиентов сегмента B2B уже несколько лет достаточно стабилен в объемах потребления, то значительного увеличения импорта пальмового масла не прогнозируется. Дальше приводится интересная диаграмма таблички о крупнейших импортерах пальмового масла. Мы видим, что на первом месте Индия, на втором Евросоюз, дальше идут Китай, Пакистан, Соединенные Штаты, и, в общем, Россия довольно скромно занимает позицию в этом списке. По крайней мере, впереди России довольно большое количество стран по импорту пальмового масла. Итак, в целом, по мнению эксперта, общий объем внутреннего потребления масложировой продукции, в том числе и растительных масел, сформирован и изменение возможно только за счет роста населения. Однако, в то же время нужно учитывать, что для пищевой перерабатывающей промышленности рост импорта пальмового масла будет положительным фактором, поскольку планируется расширять экспорт готовой продукции масложировой из смежных и отраслей, в частности маргарин, жиры и кондитерские изделия. И, кроме того, есть еще резервы в развитии производства бытовой химии, шампуни и косметики. И, понятное дело, что общий рост импорта пальмового масла будет, в первую очередь, зависит от кондитерской промышленности, на увеличение экспорта которой сейчас рассчитывают власти. Дальше приводится мнение других экспертов, которые также в целом согласны, что если произойдет рост экспорта маргаринов и спецжиров, то тогда произойдет и рост пальмы, поскольку, чисто технологически, пальма не сможет дальше вытеснять посолнечное масло, поскольку, где возможно, посолнечное масло пальмом уже заменили. Дальше приводится мнение эксперта из масложирового союза, который указывает на мировую конъюнктуру. И, в частности, приводят прогнозы Минсельхоза США. И приводится мнение эксперта о том, что Европа в перспективе может отказаться от пальмового масла, как сырья для биотоплива. И, поскольку Европа является третьим по объему региона по объемам закупки пальмы и до 40% входит на производство биодизеля, то эти ограничения могут оказать влияние на мировую конъюнктуру рынка пальмового масла.